90% мировых запасов препарата Remdesivir, который используется для лечения коронавируса, выкупили Соединённые Штаты Америки. По словам президента США Дональда Трампа, препарат, разработанный американской биофармацевтической компанией, обладает великолепным действием. Он позволяет сократить период выздоровления среди пациентов, заразившихся коронавирусом, до четырёх дней. Использование Remdesivir для лечения пациентов от COVID-19, кроме США, одобрали власти Японии, Южной Кореи, Индии, Израиля, Великобритании и другие. Для Соединённых Штатов данное решение очень своевременно, так как смертность из-за последствий коронавируса в этой стране продолжает расти. Ежедневное их число превышает тысячи человек. Число заболевших в Штатах с начала пандемии более 4 миллионов 200 тысяч человек. Около 150 тысяч скончались. Ряд Штатов продолжает вводить ограничения. В Бразилии уже несколько дней подряд отмечают резкий рост числа заболевших новым типом коронавируса. Более 55,5 тысяч заразившихся только за прошедшие сутки. Общее число подтверждённых случаев более 2 миллионов 300 тысяч человек. Из них более 85 тысяч скончалось. Обязательное тестирование на коронавирус граждан из 16 стран, прибывающих во Францию. Действовать данное решение начнёт с 1 августа. Желающие посетить Францию обязаны предоставить справку об отрицательном тесте на COVID-19. В противном случае пройти тест им придётся прямо в аэропорту. В некоторых из этих государств нет стратегии, касающейся тестирования населения, либо доступ к тестам затруднён. При положительном результате путешественники будут помещаться на двухнедельный карантин. За последние сутки в стране зафиксировано свыше 1100 новых случаев заражения. Минздрав Франции отмечает, что рост числа больных заключается в том, что некоторые граждане не соблюдают меры предосторожности. Начиная с 20 июля в этой стране было введено обязательное ношение защитных масок в закрытых помещениях и общественном транспорте. Регулярные и чартерные международные авиарейсы после четырёх месяцев закрытия границ возобновляет Россия. Уже с 1 августа планируется восстановить авиасообщение с Турцией и Великобританией. Ограничения, введённые на число прибывающих в Москву и другие российские регионы, отменены. Над разработкой вакцины от коронавируса продолжает работать Китай, ставшая первым очагом его распространения. Вакцину, которую обещают произвести китайская компания Sinopharm, может быть готова к концу года. Глава компании Лю Дзин Джейн отметил, что последний этап тестирования может быть завершён в ближайшие три месяца. Для тестирования двух штаммов вакцины найдены добровольцы в Арабских Эмиратах. В исследовании участвуют около 15 тысяч человек.